привет дорогие друзья сегодня будет видео с ответом на ваши вопросы все что касается творческой составляющей мы поговорим о разных материалах о пастели о акриле о цветных карандашах то есть о тех материалах которыми я работаю я подготовила несколько вопросов они чаще всего возникают у тех кто смотрит мои видео на youtube и те кто подписан на instagram поэтому давайте я отвечу на самые интересные и часто задаваемые из них поехали так я себе их отметила буду с телефона читать часто знаете на самом деле спрашивают люди которые ну как правило сами не рисую до которые просто наблюдают им интересно ты рассказываешь о своем творчестве и они спрашивают а вы рисуете по фото вот я думаю как можно рисовать да еще если не по фото то есть конечно когда я выполняю заказ да я художник анималист я рисую портреты домашних животных в основном кошек и конечно я рисую по фото то есть человек например из америки до присылает мне портрет своего питомца заказывает портреты я по фотографии его рисую часто присылают несколько фотографий я прошу чтобы чем больше фотографий было тем лучше потому что я могу рассмотреть в подробностях глаза но сусы все шерстку окрас котенка во время работы показываю заказчику и он комментирует если какие-то вещи нужно поправить что-то поменять то я все тоже это делаю потом фотографирую снимаю видео я и процесс часто записываю его выкладываю как раз по средам здесь на youtube и потом отправляю если интересно подробнее как это происходит да вообще весь процесс от и до пишите я с удовольствием расскажу я занимаюсь этим уже довольно долго и у меня выработала своя схема работы по рисованию фотографированию отправлению заказов и так далее поэтому да по фото конечно по фото следующий вопрос если у меня курс маслом по котикам по кошачьим у меня курс есть только по пастели даты все мои курсы это пастель для там для других студий для других проектов я записывала курсы разными материалами у меня не хватает честно говоря на это времени и я все-таки считаю что нужно специализироваться на на одном да то есть например это пастель у меня сейчас во всяком случае потому что много именно работы на заказ и поэтому я просто не 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 успеваю скажем так делать все вместе и курсы по разным материалам записывать поэтому нет но планирую обещала уже многим что по цветным карандашам как-то тоже сделаю курс но на самом деле в этом тоже есть свои сложности потому что работа по стелю она хоть и довольно долгая но все-таки быстрее проходит чем цветными карандашами цветными карандашами это очень очень долгий кропотливый процесс и вы видите результат очень очень так вот постепенно только в самом конце работы потому что там огромное количество слоев но конечно есть свои особенности которые какие-то методы которые я выработала за последнее время за последние несколько лет это вопрос уже по покраскам да по акрилу я так понимаю какой кистью кроме тонких 1 0 пользуйтесь для шорстки кисть вилка если честно я у меня нет единичек вообще у меня есть там двоечки разные тем более когда вы рисуете красками различными может быть вы замечали да что они быстро стачиваются особенно я очень плохо их мою долго то есть у меня все это лежит там в воде замолчены ли кисточки вообще могут быть в акриле испачканы так вот для того чтобы хорошо прорисовать шорстку подходят кисти которые самые такие убитые можно сказать пушистые такие растрепанные в основном я покупаю какую-то плоскую либо круглую синтетику средних размеров то есть 4 5 6 там 7 и так далее и они у меня реально убиваются исчезают становятся когда слишком пушистыми да и именно вот этим пушистым таким разрозненным кончиком очень хорошо рисуется потому что если рисовать единичкой это будет бесконечно долго но вы представляете это же это не каждый волосок прорисоваться это скорее такая вот можно сказать механическая работа кисточки когда она одна кисть оставляет там не знаю 10 волосков например да и таким образом вы рисуете конечно же быстрее поэтому повторюсь за всеми своими кистями которые для шерсти слежу плохо специально чтобы они были такими максимально пушистыми а за всеми остальными остальные я имею имею ввиду кисти которые для фона да например у меня есть флейт который для фона я его держу в идеальном состоянии потому что он мне нужен в хорошем виде так будем считать что на вопрос ответила поэтому а что касается кисти кисть вилка да есть кисти как нож она так называется я видела у художницы очень у нее красивые работы в инстаграме она рисует маслом кисть со скошенным уголком то есть она действительно сама кисть похожа на вот форму резака вот такую и ей она прорисовывает шерсть маслом то есть там по слоям все получается очень красиво вот что касается кисти вилки скажите сколько лет вы учились чтобы так красиво рисовать у меня спасибо во первых мне всегда приятно когда когда меня хвалят и говорят как все красиво ничего не могу поделать я училась в художественной школе получается профессионально ну то есть там уроки были довольно часто их было много рисунок живопись композиция керамика скульптуры у нас были это было очень плотно так вот шестого до одиннадцатого класса пока я училась в школе в обычной той школы была с углубленным изучением изобразительного искусства а потом я училась текстильном университете там мы тоже рисовали там конечно был немножко другого плана рисунок то есть это не не такой не фотореализм конечно там она была более такая легкая живопись рисунок был попроще и потом я уже сама стала увлекаться всем этим делом мне всегда нравилось именно прорисовывать да то есть я люблю реализм фотореализм гиперреализм когда прям все похоже мне нравится я получаю от этого удовольствия поэтому вот могу по-разному но люблю вот когда именно так поэтому я не могу сказать сколько лет я рисовала всегда даже когда мне было шесть лет я уже там рисовала какие-то вещи какие-то пейзажи платья еще особенно вот такое все было прям чтобы реализм реализм ну мне кажется лет шесть может быть как именно вот я делаю то что сейчас то есть это подробные реалистичные портреты домашних животных вот может быть лет какой год 22 сейчас уже ну лет шесть да наверное пять шесть семь да может может быть от пяти до семи в общем а так это всегда было поэтому это знаете как-то это само приходит поэтому трудно отвечать на такие вопросы трудно сформулировать чтобы сказать сколько там часов говорят да чтобы стать профессиональным том или ином деле нам нужно посвятить этому занятию десять тысяч часов как бы ну вот и считайте получается сколько времени в среднем уходит на портрет котика очень частый вопрос который на который я не могу нормально ответить потому что я никогда знаете не ставил так таймер чтобы сесть и засечь сколько вот прям конкретно по минутам я понимаю даже я так могу сказать что вот если плодотворной работы без там уходов на поесть попить и так далее это но маленькая работа минимум часов шесть прям именно работы рисование так ну наверное в среднем так чтобы часов работы там может быть и 10 и 20 и сколько угодно зависит от размера и от сложности быстрее всего я работаю пастелью дольше всего но если взять большие работы цветными карандашами это будет очень долго ну получается вот дольше всего большие работы там а-ля 50 на 70 акрилом это будет действительно действительно долго так что можем считать в среднем часов 10 12 15 вот как-то так рисую ли я сухой ли масляной пастели у меня есть рисунки масляной пастели в основном они такие быстрые легкие да но я специализируюсь на сухой пастели и на канале у меня тоже все что связано именно с сухой пастелью да то есть без масляной и вопрос тоже довольно частый да на какой бумаге я рисую та же пастель я делаю все на абразивной бумаге у меня абразивная бумага пастель мат довольно мелкое зерно похоже на такую мелкую наждачку да вы можете посмотреть видео у меня есть обзор на там 7 видов пастельных бумаг есть подробное видео и также было в распаковке опять себе заказала набор абразивной бумаги есть такой же наборчик на джексон сарт там они разные разные пастель мат в том числе то есть для меня подходит именно он потому что на нем я могу максимальное количество подробностей изобразить мне он очень подходит как только я его открыла это было просто какое-то чудо безумие потому что это то что мне нужно это прям вот мне очень подходит заменить его можно наверно на юарт американскую бумагу которая тоже абразивная на кэссами тэнс тач но мне они не очень нравится скажу честно то есть пастель мат прям держит хорошо пастель она не сыпется она особо не пачкается все остальные все равно немножко что-то что-то не то на сонелье на сонелье тоже рисовала более крупное зерно она такая песочная бумага с таким песочным напылением вот для меня он просто просто идеален и на нем можно также рисовать его влажных техниках то есть сделать помалевок акварелью потом прорисовывать что-то пастелью я видел даже что на нем рисует маслом но это уже сложнее потому что там разбавитель участвует и может что-то произойти акрилом тоже можно рисовать гуашью можно рисовать она легко чистится если что да например вы плохо нарисовали что-то нужно поправить можно что-то подразмыть влажной салфеткой убрать она здорово и держит но в то же время с ней можно работать каким-то вот таким интересным образом в общем классная очень ее люблю это вот я бы не знаю что делать без нее я бы без нее пастелью не рисовала потому что я помню в школе когда мы еще рисовали пастелью то есть все это сыпучее такое грязное потом вот все это так неаккуратно мне это не нравилось как только я увидела работы пастелью как у это было вот как раз может лет лет семь назад у какой-то художницы художника я увидела работы увидела что это пастель и очень реалистично думаю да нет ну как это потом начала искать что это за бумага тогда вообще и почти не было в россии я на одном сайте заказывала причем только можно было брать упаковками по пять штук и вот у них долгое время вот так вот покупала а сейчас она появилась практически везде да то есть и там даже на валберес можно купить пастель мат заказать и это наверное здорово потому что очень хороший продукт стал теперь практически для всех доступен понятно она не очень дешевая да по цене но учитывая то время как долго вы все это рисуете прорисовывать если там на день я не знаю разделить эту сумму то выходит нормально в общем я ее обожаю надо снять наверное отдельное видео так давайте наверное на сегодня будем завершаться закругляться если есть какие то вопросы обязательно напишите внизу в комментариях мне будет приятно ответить поделиться своими знаниями своим опытом своими каким-то наработками чтобы вам тоже что-то интересное рассказать и поддержите меня подписывайтесь на канал мне будет тоже очень приятно спасибо за внимание и пока пока друзья пока друзья